В начале пути, когда человек, допустим, не находится в ни в какой конфессии, он не отрежествляет себя ни с одной традицией. Ну, может быть, там, может, мы и русские, но он не считает себя ни в какой традиции. Он говорит, я там атеист, или я не понял, да, или как-то вот он не думал об этом. Он просто живет и об этом не думает. И неожиданно у него такая мысль приходит. Ну, как-то залетела мысль, зайдя на сайт Олега Геннадьевича Витерсунова. Мысль залетела такая, допустим. И он говорит, о, надо как бы заняться, ну, что-то надо в поисках заняться. И сначала у него широкая дорога. И он начинает искать, он ищет в разных книгах, и он видит полезные вещи, какие-то чистые вещи, возвышающие вещи. Кстати, как мы можем понять, мы возвышаемся или деградируем? По результатам, какой результат возвышающий? Госвами, Госвами, в сторону Госвами. Смирение, да. Вот если вот туда увеличивается контроль чувств, какое-то уважение, да, признание, смирение, понимание высшей воли, да. Если одеградируем, это значит гедонизм, делать, что хочу, все можно, потому что живем один раз, после нас ничего не будет. Это вот, значит, туда пошел человек. Никаких правил, все относительно, да, все относительно, все мне снится просто. Вы мне снитесь, поэтому, что хочу с вами, то и делаю. Какая следующая жизнь? Вы же нормальные люди, закопают в землю, и никто не вспомнит даже. И вас, и нету. Это значит, что вы пошли в другую сторону. Вот, и если вы, читая разные книги, вы чувствуете, что вы идете вперед, нормально, нормально. И потом, когда вы замечаете, что какая-то из направлений, ведь много, много раз эта информация исходит в этот мир, называется Веда. Веда значит принципы, по которым мир работает. В разных традициях, в разных народах это проявляется. Если вы видите, что где-то вы чувствуете больше эффект, то вы определяетесь традицией. И тут уже надо в этой традиции понять, а кто в этой традиции разобрался-таки, про традицию-то все понял. Надо найти в этой традиции госвами. И потом этого человека в этой традиции, этого госвами, можно его сделать своим, как это называется, терапевтом. И уже с ним консультироваться, какие вещи, в каких традициях можно мне принимать, а какие не надо. Такое развитие. Там может быть дальше посвящение, если это подразумевает, это традиция, какое-то формальное посвящение или не подразумевает. Но суть остается одна, да, что мне надо у кого-то учиться. Сначала я определяюсь, ну как бы вообще в том направлении, иду туда вверх, в госвами. Потом определяюсь, где мне легче это делать. Потом нахожу там человека, который меня может научить всему этому. И потом, ну как бы я у него учусь. Есть другой вариант. Может оказаться, что человек уже в традиции находится. Еще легче тогда. Тогда у него сокращаются, как бы, варианты поиска. Это еще лучше. Если вы определились в своей традиции. Если вот вчера нам девушка говорила, а вот не хочу предавать. Ну, такое чувство возникает. Не хочу. Нормально, если вы, все у вас хорошо. Если вы вдохновлены. Если вы там видите эффект, да. Так оставайтесь там. Это самое лучшее. Самое лучшее. Уже все понятно. Тогда проще становится. Тогда получается, вы находитесь в этой традиции. И пока у вас нету терапевта, то простое правило. Принимайте то, что вашу веру в эту традицию увеличивает. Если какие-то знания, какая-то мудрость помогает вам утвердиться в вашей традиции, надо брать. Потом, когда найдете терапевта, госвами в этой традиции, уже будете уточнять, все ли надо брать, не все ли надо брать. Точно такая же технология. Но пока терапевта нет, простой принцип. Помогает утвердиться в вашей традиции? Берите. Если вы в ней себя хорошо чувствуете, берите только то, что помогает вам в этом утвердиться. Вот два пути, которые могут быть. Один для тех, кто в поисках, полностью ничего еще не определен. Другой для тех, кто уже определился. Ну, суть должна быть в конце концов одной и той же. Человек переживает. Я хочу правильно делать. Для этого должен быть традиции. И для этого должен быть специалист в этой традиции.